Понедельник, самое раннее утро, еще практически ночь. Уличное освещение пока работает, а на спортивной набережной Владивостока уже собирается народ. Три месяца назад в Приморской столице появилось спортивное движение с нетривиальным названием «Не будь как Гриша», у которого, к слову, своя отдельная история. Вкратце, это своего рода призыв выполнять данные коллегам по спорту обещания и бежать, даже когда очень не хочется. Наша съемочная группа приехала аккурат к разминке, чтобы запечатлеть, как девушка-корреспондент информационного агентства ВладНьюз в рамках проекта «Попробуй на себе» пробежит вместе со всеми. Особенность этого мероприятия в том, что собрались более 300 человек для того, чтобы вместе зарядиться отличным настроением и пробежать 5 километров в самое раннее утро в 5.30 утра. Владивосток, к слову, оказался не единственным городом-участником. Беговой флешмоб в то утро приобрел межрегиональный статус. К приморской столице присоединились более 14 городов – Уссуриск, Благовещенск, Южно-Соколинск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Грозный, Москва и другие города и даже страны. Ну а журналистка Елена тем временем поинтересовалась у организаторов, правильно ли она экипирована для утреннего забега. Самое главное – это обувь. На самом деле нужно найти пару беговых кроссовок. Все, что сверху, оно может быть любой одеждой. Поэтому бег хороший тем, что это легко. Если ты одел правильные беговые кроссовки, все, одежда ваша по удобству – это лосины, либо шорты, футболка, майка. И мы готовы к пробежке. Коллективная разминка – обязательный атрибут подобных спортивных мероприятий. Важно хорошо разогреть свои мышцы, суставы и связки, ведь путь предстоит не близкий, а в силу особенностей ландшафта еще и с естественными препятствиями. И вот музыкальный пикап, несущий на борту несколько киловатт музыки, а также нашу съемочную группу, стартовал. А вместе с ним и несколько сотен бегунов. Пока все бежали, мы решили узнать у журналистки, участницы проекта, каково ей честно держаться наравне со всеми. На вопрос, зачем вообще проводить подобное, да еще и ранним утром, в самом начале рабочей недели, с готовностью ответил один из организаторов флэшмоба. Это хорошо, это заряжает позитивом, заряжает прекрасным настроением, бодрость духа тебе дает. И хотелось поделиться этим с людьми. И возникла такая, зародилась такая идея, нам хотелось ее передать людям, и вот мы ее реализовали, и сейчас вот она пошла по России. Когда группа добралась до финальной точки, можно было подумать, что все сейчас разбегутся. Но снова активные упражнения на воздухе, и все 300 человек побежали обратно. Стоит отметить, что в забеге участвовали как профессиональные спортсмены, так и просто любители, приверженцы здорового образа жизни. Однако почти все достойно выдержали утренние испытания для тела и духа. Утренняя пробежка окончена, я получила огромное количество положительных эмоций, и уверена, что зарядилась хорошим настроением на весь день. Евгений Черемухин, Елена Виноградова, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Субтитры сделал DimaTorzok